Вопрос 1410, пятый тон. Вопрос 1410, пятый тон. Вопрос 1410, пятый тон. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Иов 2.7. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иову проказу и лютую от подошвы ноги его по самой теме. И никто не претендовал на то, чтобы иметь власть над демоном. Одержимые жили вне городов, в гробах, то есть в пещерах, творили свои смертоносные дела. Если же была одержимая с чьей-то безвредной других, то такие жили в своих семьях. Были случаи исцеления в купальне, когда ангел возмущал воду. Иоанн 5.4. А ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы не был одержим болезнью. Исцелялись от всех болезней. Но неизвестно, было ли исцеление от одержимости бесами. Потому, когда Христос властью свою стал исцелять и одержимых, это потрясло воображение, знание тогдашних иудеев. Ибо такового никто никогда не слышал. Такового. Потому они приписывать могли это исцеление только лично Богу. Но они свихнулись со своей безграничной злобой и стали говорить совершенно несуразное, что Христос предан волшебству и изгонять бесов может якобы только силой врага. Марка 1.27. И все узошнулись. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? Марка 3.22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Белизавилла, и что изгоняет бесов силу бесовского князя. До пришествия Христа демоны господствовали на земле и не встречая никакого сопротивления, никакого насилия над собой. Пророки могли творить чудеса, даже воскрешать умерших. Евреям 1.35. Жены получали умерших своих воскрешен. Но чтобы изгнать демонов, об этом никто и не слышал. Вот почему так потрясены были евреи, видя изгоняемые князи мира. Стали называть эту власть Христа новым учением. Иоанн 12.31. Ныне несут миру сему, ныне князь мира сего изгон будет вон. И бесы просили Его, если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Второе Петра 2.4. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Послание Иуда 1.6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. Сам Христос дьявол называет сильным, и что он связан не кем иным, как только им, пришедшим во плоти на землю. Матфея 18.29. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Связывание сатаны и произошло на Голгофе. И тогда были расхищены сосуды, похищены дьяволом. И он был пленен. В Ефесянам 4.8. Посему и сказано, вошед на высоту и принял плен, и дал дары человекам. Кровь Христа, непорочного Агнца Божия, имела силу и до его распятия, но и сводить ее могли только чистые, сохранившие ведомость Богу духи, когда воевали против дьявола на небе. Откровение 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Молись. 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 В душе все силы, в молитву жаркую и злей, когда твой ангел затокрылый, сорвав покров с твоих очей, укажет им на образ милый. Молись. 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 Молись.